Здравствуйте! Давайте поговорим о главных новостях дня в подробностях. Я Алексей Лихман. Смотрите в выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гаишники, клепавшие фальшивые протоколы против майдановцев. Майдан. Вернее, после него. Кто наказан за фальсификации? Никто. Их даже от работы не отстранили. Кто штамповал пачками фиктивные протоколы? Кто им отдавал приказы? Ответов до сих пор нет. А что же есть? Сегодня в суде узнавал у активистов Майдана Максим Кошелев. Сегодня в Шевченковском суде слушали сразу два дела. В роли обвиняемых те, кто еще год назад во всю помогал режиму Януковича расправляться с активистами. Инспекторы ГАИ. Против них подали иски автомайдановцы и журналисты за то, что фальсифицировали протоколы во время автопробегов резиденции Януковича в Межигорье. Но это еще не все ухищрения ГАИшников. Они умудрялись искажать пространство и время. И фиксировали нарушения даже тех машин, которые в тот день вообще не выезжали. Машина стояла в гараже, под замком, под пропуском. Пропуск у меня. Никто кроме меня машину взяти не мог. Я сидел дома. Суден в Болтарске, полярно, 13.41, 13.40, на Болтарске 32. Нижнем я раховал полу, 6 километров. Инспекторы одночасно находились в разных местах, судячи по тому, какой час был вписан в этих рапортах. И час приблизительно одинаковый, инспектор приблизительно одинаковый. Это говорит про то, что инспектор, я не знаю, на великоптере, или как он летал. Прошел уже почти год, но пока наказание, да и то минимальное, понес всего один инспектор-фальсификатор. На сегодня были запланированы два слушания, но они вообще не состоялись. Упорно не являются на заседании представители прокуратуры. Интересно, почему? Но адвокаты ГАИшников тоже не смогли приехать. Суд вынужденно затягивается. Розвиж справа выкладывается до 25 грудня 13.30. Инспектор от комментариев попросту сбежал. Защитники активистов намерены добиваться наказания не только для рядовых ГАИшников, но и для тех, кто отдавал им приказы подделывать протоколы. Он продолжает работать, то есть он сегодня за повесткой пришел в суд, а так завтра он вернется на работу и будет снова выполнять свои функции, и будет, как инспектор даёт. Все знают и прокуратура, это на самом деле доведено, что все 100% рапортов есть фальсификованы. Пока же больше всего вопросов к силовикам, которые так стараются расследовать резонансные преступления против активистов Майдана, что не являются в суд. Или же это корпоративная солидарность людей в погонах. Мы будем на следующем суде и узнаем. Максим Кошелев, Сергей Ведмить, подробности, телеканал Интер. Реформы в правоохранительных органах, о которых так много говорят. Говорят действительно много. Да вот на деле лекция от иностранных специалистов. Можно ли таким образом из дорожных хищников сделать вегетарианцев? Подробнее Инна Белецкая. Об умениях и талантах украинских гаишников и патрульных можно написать многотомник. Особенно об их манере общения с теми, кого они считают нарушителями. Тут тебе и юмор, и уважение гражданам, и знание законов. А еще милиционеры, оказывается, очень хорошо знают, чего делать не должны. Вот так в нашей съемочной группе в дежурной части УВД пытались доказать, что припаркованная под их зданием машина на пешеходном переходе не их забота. Месяц назад в министерстве вдруг поняли, что-то нужно менять. Но не по-грузински, когда всех в один день уволили. Решили создать новую службу, патрульную. Начали с Милицкого. Местные газеты и интернет-издания записали заголовками, мол, курировать процесс будет Рональд Гленсер. АС Американской полиции. Он даже приехал в Милицкий и прочитал лекцию. Относиться к гражданам нужно по-человечески. На этом кураторство, видимо, и закончилось. Лектор уехал. А ученики-гаишники таки не поняли, чему их учили. У нас так же сами ставлены, как них. Двичливые, доброзыщенные, гумальные, не без категория. Звучайные, как для всех граждан, независимо от какого статуса граждан перебывает. И бизнесмен, учитель, бомб, безхатчин. Если вы проявляете ситуацию, так сами, так многие, так многие. Видимо, следуя наставлению масса полиции, гаишники и сержанты ППС продолжают красиво сидеть за партами и конспектировать, как правильно работать вместе. Потом едут на патрулирование, применять знания на практике. Где находится каждый из патрулей, можно увидеть на онлайн-карте. Нам очень хотели ее показать. Да в гору управления пропал интернет. Но это не беда. Зато бензин появился. Благодаря реформе. Попахивает о ликвидации коммерческой структуры по изготовлению номеров для машин. Отныне это прерогатива исключительно ГАИ. Именно ей Голден Флора передала все свои права. Причем абсолютно бесплатно. Хотя в ГАИ, уверяют коммерсанты, просто помогали разобраться в сфере авторского права. Кстати, дизайн номеров должен измениться. Плажок Украины будет на синем поле слева. Есть варианты с гербом или звездами Евросоюза. Как скоро появятся новые номера и какой будет их цена – вопрос. Еще больший вопрос, когда начнутся реальные реформы на дорогах. А не игры в красивые номерные знаки и лекции о вежливости. Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Хмельницкий. И снова о реформах. Екатерина Сгуладзе. Грузинка с украинским паспортом сегодняшнего дня. Первый замглавы МВД. Чем знаменита ее вторая семья в Европе. Взгляд из Парижа. София Гордиенко. Случившееся в Грузии можно назвать утопическим чудом. Одна страна за несколько лет сумела стать примером и упреком всем соседям. Систему МВД насквозь больную коррупцию излечили путем кадровой ампутации. И скальпель был в руках этой женщины. Екатерине Сгуладзе тогда едва исполнилось 27 лет. И не все методы придутся украинским милиционерам по душе. Находили дублирование, упраздняли. Находили департамент или управление, у которого не было функции, упраздняли. Это звучит легко, но, конечно же, такие решения трудно, всегда трудно принимать, всегда трудно уволнять. Когда мы дошли до 26 тысяч, это была оптимальная цифра для Грузии. То есть один полицейский где-то на 98 человек. Мы смогли платить уже 500, 600, 700 долларов в месяц. Это, конечно же, не очень много, но это достойная зарплата, до которой можно просить работать хорошо и очень хорошо. Если она так и возьмется чистить авгиевы конюшни МВД, то ей придется переехать в Киев из Парижа. Екатерина замужем за вот этим человеком. Рафаэль Глюксман, француз, в 2008-м, во время войны с Россией, приехал снимать в Грузию документальный фильм. Подружился с президентом Саакашвили, стал его консультантом и другом. Влюбился в Екатерину и остался в стране. Но знает его не только в Грузии. Рафаэль три месяца провел на Евромайдане в Киеве. Что я здесь делал? То, что должен делать любой нормальный человек. Боролся с равнодушием общества. Борьба с равнодушием общества вообще фамильная черта Глюксманов. Отец Рафаэля известнейший во Франции философ. Борец с нацизмом и коммунизмом, который никогда не молчал. После расстрела в СССР троих армян под советским консульством в Париже состоялась манифестация, где можно было увидеть философов Жанаполя Сартра и Андреа Глюксмана. Кстати, именно Глюксман, старший, еще 10 лет назад во время чеченских событий предвидел, во что может превратиться Путин. Если сегодня не остановить Путина, он подумает, что волен делать все, что захочет. А это, на минуточку, вторая по мощности ядерная держава. За реформами госпожи Сгуладзе следить с пристрастием будут не только в Украине, но и во Франции. Вся большая семья, и можно сказать точно, если что-то пойдет не так, тесть точно не промолчит. София Гордиенко, Василий Трешковский, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Сможет ли реформатор и новая гражданка Украины Сгуладзе сломать систему? Или система сломает ее? В Грузии она сломала. Ну, в смысле, Екатерина. И вот что Сгуладзе там говорят. Что касается конкретно этой реформы, в осуществлении которой Сгуладзе принимало участие, в том числе общество ее приняло абсолютно положительно, потому что ГАИ и вообще коррумпированные правоохранительные органы, это было именно то, чем общество было недовольно. Ей удалось продержаться на посту заместителя в Аномеропишили в течение шести лет. И, фактически, она также ассоциировалась, как и он, с этой успешной реформой. Я напомню, что сейчас Аномеропишили находится за решеткой. Ее можно охарактеризовать как очень интеллектуалку, амбициозную, девушку, которая сумела сделать радикальные и очень успешные, интересные изменения в грузинской патрульной системе, правоохранительной системе. И построить такую концепцию вместе с остальной командой прозрачности. Вы, наверное, слышали, что вся эта концепция была построена именно на принципе прозрачности. То есть даже здания патрульных участков, они все даже по архитектуре прозрачны. И это как бы еще раз подчеркивало то, что никто в Грузии не берет взяток, никто в Грузии не ворует, я имею в виду, правоохранительные органы, и что все очень честно. Снова о реформах на словах, иллюстрации, лжи. Как с одной жареной, но уже остывшей темы перескакивают на другую, пока еще не дожареную. Кто лукавит, а кто при этом страдает? Ольга Теребинская подробнее. Позавчера все бурно обсуждали, как группа украинских нардепов осматривала автомобили с якобы гумпомощью в штабе Рината Ахметова, в которых опять же якобы обнаружили алкоголь и сигареты, а не продукты питания. Вчера стало ясно, что это не гуманитарная помощь, а машины с нелегальными товарами. И нардепы туда поехали предотвращать такой непорядок. А то, что изначально обвинили штаб Ахметова, это уже ошибка журналистов. Ты машина с северками Ахметова, пожалуйста, почему вы решили, что это был конвой Ахметова? Нет, мы не говорили про то, что это был конвой Ахметова. И журналісти, которые видели фотографии, они решили, что это все относится селища Богатир, где был остановлен конвой машин с написом «Гуманитарный вантаж» от фонда Рината Ахметова. На самом деле, эти фотографии были сделаны на линии фронта между Лисичанском и Первомайском. То есть это был конвой журналіст? Так. А вот один из нардепов, Владимир Парасюк, утверждает на своей страничке в Фейсбуке. Это была гумпомощь фонда Ахметова. Кто из них говорит правду, а кто врет? За ширмой слов, правда, сложно разглядеть. Еще один вопрос. Почему в Венеции утром солгались, что закон иллюстрации принят на ура, а к вечеру оказалось, что все с точностью наоборот? И быстро переключились с протухшей темы на свежую блокаду гуманитарной помощи, упакованную патриотическую риторику. Просто в нас настолько талановита выбудована система коррупции, что по ней нужно наносить удары за разных боков. Вот такой вот стильный ответ. Для того, чтобы понять саму суть, позвонили известному блогеру Евгению Итинзену. Он был занят, возможно, сейчас за границей. Он любит Индию. И вот, что он писал на своей странице в Фейсбуке. Дорогие мои друзья, защитники громадских активистов Че и Эс. Разница между нами в том, что для вас вышеуказанные активисты – персонажи из телевизора. А для меня чуть-чуть нет. Когда я вижу этих людей в роли народных избранников, это значит, что посланы мы все. На этой странице отмечено, что Ихельзен, очевидно, подразумевает тогда еще кандидата в нардепы Татьяну Черновол, которая призвала отделить оккупированную территорию от Украины, а Эс, возможно, Егор Соболев, которого Ихельзен в одном из предыдущих постов назвал бестолковым. Почему призывали отделить оккупированные территории от Украины, и кто из них бестолковый или нет, на этот вопрос у самих авторов всегда найдется убедительный, по их мнению, ответ. А пока придется писать новый закон иллюстрации, машины с гуманитарным грузом заблокированы на блокпоста. И президент, и посол Соединенных Штатов Фаек уже сказали, «Гуманитарная помощь должна быть доставлена в оккупированные зоны». Понял ли это человек, чьими устами, или вернее, руками, пишет свои посты бывший замгевропетровского губернатора Филата. Ольга Серединская, Никита Исайко, Валентин Белич, подробности в Телеканал Интер. Заняться украинским законом о иллюстрации оппозиция попросила верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Федерику Магирини. Высокая гостья сама сегодня организовала встречу с лидерами оппозиционного блока. Целый час внимательно выслушивала все опасения депутатов. Закон Венецианская комиссия признала негодным и неевропейским. Но вот в украинском Минюсте, мы об этом неоднократно говорили, до сих пор выдают черное за белое. Магирини пообещала разобраться, а заодно также, почему оппозиционеров не пускают руководить парламентскими комитетами. Европейский союз будет настаивать на имплементации решения Венецианской комиссии по вопросам иллюстрации. И это тоже очень важно, поскольку власти было четко указано, о том, что закон иллюстрации, который они приняли и сейчас применяют, не является ни европейским, ни демократическим. Он нарушает конституционные права людей. И он должен быть изменен в ближайшее время. Но если на разработку нового закона иллюстрации дали три месяца, то проблемы Донбасса нужно решать немедленно. Изложили весь спектр гуманитарных проблем в этом регионе Украины. Я сказал о том, что есть проблема с поставкой гуманитарной помощи, что есть проблема с финансированием социальных выплат на этих территориях. Эти вопросы должны быть в сфере внимания не только Украины, но и Европейского союза, поскольку Украина это часть Европы, а гуманитарная катастрофа в Европе это катастрофа для всей Европы. А вот эти самые проблемы оккупированных территорий. Мы несколько месяцев каждый день звоним людям, которые остались там. О том, как они выживают, что говорят, послушайте. Сегодня голоса из Донецка и Луганска. Экономическая ситуация до сих пор сложная. Но в целом хотя бы войны нет на данный момент. Центр города елку поставили. Это не такое, конечно, допустим, как в прошлом году. Радуются, что тихо и не будут как-то отмечать. Напрягает гуманитарная ситуация. Дело в том, что в городе буквально, может быть, на пару суток осталось гуманитарной помощью. Лично я вот покупаю молочное, потом иду к полкам, где стоит кофе, и просто стою подышать его ароматом. Чуть-чуть, потому что это для нас сейчас недопустимая роскошь. Кто-то пустил слухи о том, что Новый год нам испортят бомбежками и арт-обстрелами. А поскольку этого праздника все ждут, все надеются, что после Нового года что-то изменится, то эти разговоры, конечно, вызывают шок. Ну а сейчас на связи со студией наши корреспонденты, которые находятся в зоне АТО. Начинаем с Руслана Смещука. Руслан, здравствуй. Где ты сегодня был? Что тебе удалось узнать? Алексей, сегодня мы работали в районе поселка Крымская, 31-го блокпоста. Это Луганская область. Так вот, перемирия там нет каждый день по позициям. И поселку бьют из тяжелого вооружения. Вчера довольно-таки интенсивный обстрел был. Около 40 минут, вот, интенсивность обстрела довольно-таки плотная была. Вот, ну, видно, что работает, скажем так, у крестьянного. Обстреливают с 9-го числа каждый день. Так что перемирия только с одного боку. А мы можем молчать, потому что нам стрелять не позволяет. Вот каждый день там появляются свежие воронки от градов, минометов и артиллерийских снарядов. Они уже не могли чем воювать и были в том, что они были. Поэтому, как их друзья из России, подготовили им новый гуманитарный конвой, подчас какого они завезли на Украину великую количество боеприпасов, великую количество пального, великую количество, даже были подготовлены озброенные группы целей. Бойцы рассказали нам, что поселок Крымска из-за постоянных обстрелов не привозят продовольствие. Остались там в основном бедные пенсионеры. У них нет возможности выбраться на большую землю за припасами. Делимся едой, поселим, еду подаем, хлеб даем. Что у нас есть из еду, мы еще никому ничего не сказали. Вонтеры привозят какие-то вещи, тоже мы отдаем. Какие нам не очень нужны, то мы отдаем этим людям. Бойцы при постоянных обстрелах умудряются сохранить оптимизм и бодрость духа. Слава Украине! Героям слава! Алексей, на данный момент у меня все. Спасибо. На связи с нами из зоны АТО был мой коллега Руслан Смещук. Далее мы поговорим с Вениамином Трубачевым. Он был сегодня в городе Счастье. Веня, ну вот интересно узнать, какая там обстановка? Алексей, в Луганской области город Счастье – это самая напряженная обстановка в этом городе. Сейчас, особенно поблизости ТЭС, боевики продолжают обстреливать территорию вокруг этого стратегически важного объекта. Причем, говорят, бойцы боевики атакуют как позиции украинской армии, так и жилые кварталы. Мы можем сейчас с вами стоять и спелкуваться, и сейчас прилететь МИДа. А можем тиждень тут находиться, и ничего не случится. Я же говорю, это очень, скажем так, непрогнозована сейчас ситуация. В свою очередь, украинские военные придерживаются режима прекращения огня и не стреляют в ответ. Сейчас ТЭС, в счастье, работает под охраной военных и добровольческих батальонов. Правда, не на полную мощность, но обеспечивает электроэнергией Луганск и ближайшие города. Правда, совсем недавно там шли еще боевые действия. В счастье базируется добровольческий батальон «Хайдар». Сегодня было такое торжественное построение. Бойцы спели гимн Украины. Также перед личным составом выступил первый комбат батальона. Сейчас это народный депутат Украины Сергей Мельничук. Он сказал, что есть договоренность, что в ближайшее время батальон разрастется до бригады и получит новую технику и вооружение. У нас надо будет добавить личный состав, добавить вооружение. Когда разговаривали с президентом, было озвучено то, что в подразделения попадут те новые вооружения, которые закуплены, в частности антиснайперские комплексы. В Айдаре воюют не только украинцы, но и граждане других стран, в частности это россияне, поляки, прибалки и больше всего грузины. Вот сегодня своих соотечественников проведал Георгий Барамидзе, это вице-спикер парламента Грузии. Он и с бойцами успел пообщаться, и на передовую съездил. И Барамидзе сказал, что война в Украине очень похожа на войну в Грузии 2008 года. И вот с политиком полностью согласны и бойцы, как украинцы, так и грузины. Общее то, что враг один, путиновская Россия. Общее то, что путиновская Россия старается захватить наши территории. То есть ни Грузия, ни Украина ни на кого не нападала. На Россию мы не нападали. С Грузии наш легион приехал, чтобы помочь украинскому народу, народу, которому мы относимся к большим уважениям, помогать миниатворческим батальонам с тем опытом, который у нас есть, и поддерживать полностью. Также вот есть данные украинской разведки, что в районе счастья и станицы Луганской были переброшены новое подразделение местных сепаратистов и российских наемников. Пока это вся информация по Луганской области. Алексей. Спасибо, Вень. Ну вот таким вот увидел один день в зоне АТО мой коллега Вениамин Трубачев. Уголь из оккупированных территорий целыми эшелонами. Кто покупает топливо у террористов? По каким договоренностям? По каким ценам? Ну где вообще этот уголь? Ярослав Кречко разбирался. 25 вагонов угля и еще 22 с металлоломом, о которых мы рассказывали вчера, все так же стоят на станции Волноваха. Без сопроводительных документов состав прошел по территории подконтрольной боевикам и был остановлен украинскими пограничниками. Куда и для кого предназначался груз в МВД пока не разобрались. Следователь должен поделить, есть ли в действии должностных лиц состав преступления. Сейчас проверяются все поставки всех товаров, всех продуктов с данной территории. Это не первый эшелон. По данным наших источников, Волновахский груз мог идти в Днепропетровскую область. Там есть специальные склады, на которые топливо из оккупированных территорий поставляют не первый месяц. Подобные хранилища сейчас используют в Харьковской области и на севере Донецкой. По словам местных жителей и волонтеров, уголь и металлолом вывозят не только поездами, но и грузовиками. Причем по всем доступным направлениям. Скажем, из Антрацита через Красный Луч и на Дебальцево. Банд формирования, которые удерживают шахтерские города, они заинтересованы в том, чтобы этот уголь быстро сбыть по сбросовой цене. Украине тоже нужен этот уголь, вот в чем дело. Поэтому никто и не будет препятствовать его завозу. И вот пока одни блокируют гуманитарную помощь под разными умыслами, с теми же самыми умыслами из оккупированных территорий сюда завозится бросовый уголь. И теперь вопрос к правоохранителям. Кто покупает? Это уже контрабандное топливо. Кто крышует эшелоны? И куда идут деньги? Если на эти вопросы не будет ответов в ближайшие дни, мы их найдем сами. Это не так сложно. Ярослав Кречко, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер. Неприятный подарок в первый день светлого еврейского праздника Ханука получили израильтяне. Кого не признает террористами Евросоюз и почему? Подробнее Сергей Ауслендер. Реакция израильских политиков на решение Европейского суда по правам человека была жесткой и вполне предсказуемой. Я напомню, что этот суд сегодня исключил Хамас из списка террористических организаций. Лидеры террористов приветствовали это решение как свою очередную политическую победу. Это решение исправляет историческую ошибку Европейского союза, когда он внес движение Хамас в террористический список. Хамас это движение сопротивления. В Евросоюзе, правда, поспешили заявить, что это исключительно техническое решение. Просто в свое время, как объясняют еврочиновники, палестинских исламистов включили в этот список с нарушениями процедуры. И вот теперь нужно эту ошибку исправить. В Израиле, естественно, это, в кавычках, техническое недоразумение восприняли буквально как плево в лицо. У европейцев есть три месяца на то, чтобы в своих собственных судах исправить процессуальную ошибку. Мы верим, что европейцы солидарны с нами и многими другими в международном сообществе в том, что Хамас это террористическая организация. Спикер КНЕС это Юлий Эдельштейн со свойственной ему прямотой и вовсе выражения не выбирал, а прямо так и заявил, что Европа выжила из ума. Пока израильский МИД отозвал своего посла в ЕС для консультации, в ближайшее время, наверное, следует ожидать каких-то серьезных внешнеполитических шагов. Наверняка на решение Европейского суда по правам человека будет подана апелляция. Пока же европейцы сохраняют санкции против Хамас на три месяца, что называется, до выяснения. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Гаджеты против рубля. Или почему Эппл прекратил продажи своей продукции в России? И что общего между сыром с плесенью и передовиком пропаганды, лайф-ньюсом? Все подробности у Данила Русакова, он в Москве. Недооцененный, по выражению главы Центробанка, Набиулина, рубль, будто чиновницу и не слушал. По сравнению со вчерашним днем, ситуация улучшилась, но незначительно. Психологическую цену за евровалюту столько одному опустили, но опасность нового галлопирующего роста осталась. Вот он, сегодняшний разлет банковских показателей. Доллар продают по 70, а то и по 80 деревянных. Евро оценили в среднем 95. Некоторые обменные пункты и вовсе закрылись. Темное табло это такой своеобразный символ черного декабря 2014. Российскую валюту уже признали одной из самых слабых в мире. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вообще усомнился в том, что у Москвы есть перспектива остаться важным игроком в мировой финансовой системе. А вот как выглядит интернет-магазин компании Apple. Сегодня там полностью прекратили продажи своей продукции через Рунет. Официальная причина – нестабильный курс рубля. Это действительно большая проблема. На самом деле действительно началась абсолютная паника, которую не смогло остановить даже решение о поднятии ставки. Последствия падения рубля теперь ощущаются такие гиганты госпропаганды, как Лайф-Ньюз. Телекомпания, работающая в жанре «Компромат-24», вроде тоже собирается сокращать своих сотрудников. Впрочем, руководство СМИ называет все это оптимизацией. Сообщения, размещенных в открытом доступе, следуют. С внештатными сотрудниками договоры продлевать просто не будут. Их срок как раз заканчивается 31 декабря. Чем-то подобным напоминающим перетасовки теперь занимаются и на уровне региона. Вице-губернатор Новосибирской области решил оптимизировать сыр с плетенью. Продукт назвали врагом духовности, а в качестве спасительной альтернативы предложили картошку с селедкой. Ну и, конечно же, добро. Его, судя по выступлению чиновника, надо причинять всем. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал «Интер». Следствие по разгону Майдана в тупике. В профильном парламентском комитете написали рекомендации силовикам. Как активизировать расследование? Что именно написали? Подробнее Ирина Баглай. За два месяца до годовщины кровавого разгона Майдана ни один из стрелявших, ни один из заказчиков убийств так и не наказан. Спустя 9 месяцев народные депутаты в профильном комитете следствие оценили как ненадлежащее. И нашли причину. Оказывается, дела генпрокуратура расследует не по той статье. Массовый расстрел. Обвинения в этом случае могут быть предъявлены только исполнителям. А заказчики останутся безнаказанными. Поэтому-то и нет результатов. Поэтому-то следствие и зашло в тупик. Пришли к выводу в комитете Верховной Рады. Решили дать рекомендацию генпрокуратуре. Квалифицировать трагические события на Майдане как действие организованной преступной группировки. И объединить все факты в одно дело. Квалифицировать деятельность высших посадовых людей государства как деятельность злочинной организации с загальнодержавного масштаба. Пока шло следствие, в кресле генпрокурора Махницкого сменил Ярема. Сроки генеральному прокурору на конкретные действия дали до конца года. Ждутся очередным отчетом 30 декабря. А вот в Евросоюзе по инсайдерским источникам стало известно уже на грани снять санкции как минимум с трех приближенных Януковичу особ. Усомнились в весомости юридических оснований. И неудивительно, когда в Украине доказательств преступлений почти за год так и не нашли. В генпрокуратуре тут же дали ответ. Советы народных депутатов переквалифицировать статью считают затягиванием процесса. А пока парламентарии заседают, родные небесные сотни все надеются. Ирина Баглай, Ольга Клюева, Анна Каменева. Подробности телеканал Интер. США и Куба говорят о перезагрузке отношений. Даже больше между странами наконец-то возобновятся дипломатические и торговые связи. Сегодня из кубинской тюрьмы был освобожден Алан Гросс. Американца пять лет назад арестовали, обвинив в шпионаже. Его арест являлся одним из главных препятствий налаживания диалога между Кубой и США. Ну а вот с Москвой у Вашингтона диалог сложный. Почему знает Дмитрий Еловский? Осталось несколько дней. Именно так отвечают в Белом доме. Вопрос о подписании акта, который вводит новые санкции против Кремля и разрешает отправку Украине оружия на сумму 350 миллионов долларов. Редкая единодушие республиканцев и демократов в двух палатах Конгресса фактически не оставляет Обаме выбора. Несмотря на то, что он в последнее время довольно много говорил о необходимости ослабления санкций, закон, судя по всему, подписать придется. Иначе поссорятся и со своими демократами, и с оппонентами-республиканцами. Так что подпись президента, скорее всего, появится на этом важном документе уже до конца этой недели. Ограничения там будут, конечно, послабее предыдущих. В основном против российской оборонки, а также такие точечные санкции против конкретных лиц. Но тут, конечно, важен сам факт. Впрочем, госсекретарь Керри на встрече с Лавровым заверил, если Путин сделает правильный выбор, санкции можно будет отменить в течение нескольких недель или даже дней. Однако российская дипломатия продолжает фазу затяжного противостояния с Западом по всем фронтам. Вот и российская миссия в ООН забеспокоилась по поводу расследования агентства Reuters. Журналисты опубликовали материал о российском сотруднике совместной миссии ООН и Африканского союза в Дархури, сокращенно Юнамид. Ну, там сообщается, что Карен Чальян по информации агентства Reuters скрывал от штаб-квартиры ООН и Совбеза данные о преступлениях суданских властей. В Великобритании, Америке и Франции уже много раз добивались увольнения Чальяна, но это ни к чему не привело. Вот паспред России в ООН заявил, что статья является, цитирую, образцом грязной журналистики. Хотя в ней представлена, по идее, и российская точка зрения. Дипломаты из Москвы даже требуют уволить редактора и журналиста, которые публиковали данный материал. Но агентство Reuters, которое насчитывает примерно 150 лет своего существования, вряд ли пойдет на поводу у российских МИДовцев. Так что этот эпизод пока добавляет очков западным журналистам, а не российским дипломатам. Ажиотаж вокруг скандальной публикации ведь продолжает расти. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк, подробности, Американское бюро телеканала Интер. Украинский президент сегодня в Варшаве. В его присутствии президент Польши Бронислав Комаровский подписал ратификацию соглашения об ассоциации Украина-ЕС. И заявил о готовности продать нашей стране оружие и военную технику. Польша на днях отправит в Харьков два гумконвоя для беженцев с востока Украины. Петр Порошенко выступил перед совместным заседанием СЕЙМа и Сената Польши. Сообщил, что Украина собирается избавиться от внеблокового статуса. И не исключил, следующая встреча трехсторонней группы по донбасскому вопросу состоится в это воскресенье в Минске. А еще сказал о единственном прогрессе на Донбассе. Единый пока что прогресс, который мы имеем, это то, что на территории Украины, на линии зитканья уже шестый день не гинуть украинские воины. В это время первые леди Украины и Польши встретились с представителями местных неправительственных организаций и медиками. Говорили о помощи поляков в оборудовании полевых и военных госпиталей, обещали помочь с приобретением специальных больничных кроватей и мебели. Марина Порошенко поблагодарила Польшу за уже оказыванную помощь с медикаментами и оборудованием. О двух полярных акциях в Харькове, о том, что говорил Бисмарк и что ему приписывают, подробнее обо всем этом дальше в выпуске. Смотрите. Шокирующее убийство на Прикарпатье. В лесу недалеко от курортного городка Яремча нашли пять тел. Это была семья. О версиях случившегося подробнее наши корреспонденты. На тела мужчины, женщины и троих детей в лесу набрел работник нефтеперекачивающей станции. Это было в 15 километрах от дороги. Версию убийства с целью ограбления милиция отбросила сразу. Все личные вещи и деньги остались на месте. И никаких следов борьбы. Рядом с телами охотничье ружье и семь гильз. Установили. Это семья из Черновцов. Приехала на Прикарпатье накануне. Милиционеры не исключают. Родители сначала убили своих детей, а потом и себя. Мы не можем чётко сейчас сказать, и никто это не в праве ствердить, про то, кто сам стрелял и в какую дитину. В чьих руках была рушница при первых пострелах. Все пострелы в голову. Младшему из убитых детишек всего два года. Старшему пять. О семье пока известно немного. Двое убитых детей от первого брака их мамы. Третий от нового мужа. Хотя брак официально не заключен. Семья была благополучна. Працювали. Мали, соответственно, место работы. Накануне в обед они пришли в пункт проката лыж. Попросили устроить экскурсию. Запитали, на какую сумму они рассчитывают экскурсию. Он сказал, что где-то в районе тысячи, полтора до двух тысяч. Ну, это понятно, что за большая сумма для такой прогулянки. Женка спокойно сидела. Человек пил каву, курил на улице. Дети, случайно, спокойно. Девчонка сидела на кресле. Туристам вызвали такси. Они попросили водителя высадить их на этом массиве. Домов нет, красивая природа. Ушли вглубь леса. Местная жительница Ольга рассказывает, как работник нефтеперекачивающей станции нашел тела. Когда стемнело, проезжал мимо этого леса, услышал детский крик. Позвал друзей и пошли спасать. Они приходили, начали, увидели следы, детские следы. И они сразу пошли шукать фонариками. Познать уже было некого. Туристы сами свели счеты с жизнью. Или это было хорошо замаскированное холоднокровное убийство. Устанавливает следствие. Уголовное производство открыто по статье «Преднамеренное убийство». Первые выводы и подробности обещают на следующей неделе. Игорь Цуркан, Диана Даниленко, Зиновий Автонас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В Харькове вновь активизировались пикетчики. Причем полярные. Что на каком полюсе требовали и как на это реагировали власти. Подробнее Лидия Калинина. Сегодняшний митинг сторонников Новороссии должен был пройти под эгидой неожиданно новой для Харькова организации с заковыристым названием «Историко-социальное христианское общественное движение». Сокращенно «Исход». Но хотя движение и новое, лидер из прежних. Известный антимайдановец Олег Новиков, который принимал участие во многих пророссийских акциях. Именно он сегодня звал людей пройти шествием против произвола власти. Акцию, правда, запретил суд. Но с десяток человек все равно здесь собрались. Как оказалось, ненадолго. Здесь останемся, стоять с флагами, поговорим. В нашем родном городе мы гуляем. Все, вытесняйте, 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 проходите, проходите. Руки уберите от меня. В автобус проходите. То, что вот это так, так как выгонять, ты что, мне не стык будешь. Во автобус, да, ребят, что вы делаете? В считанные минуты всех протестующих упаковывают в автобусы, увозят в райотдел. Правда, в милиции обещают, там только установят их личности и отпустят. И вот, что задержанные говорят. Мы проводили их в автобус, дабы не создавать конфликтных ситуаций, и увезли их с площади. Но примерно в то же время и всего в километре другой митинг. Около полусотни человек, среди которых участники Автомайдана и Ультрасы. Они решили люстрировать директора департамента ЖКХ Романа Нехорошкова. Правда, лица почему-то скрывают под масками, имен не называют. Мы выступаем сегодня против господина Нехорошего, который является чрезвычайно великим коррупционером в нашем Харьковском городе. Ведут пакетчики себя громко, даже на дорогу выходят и перекрывают движение. Русские! Ихорошка! О! Ихорошка! О! За этим спокойно наблюдают несколько милиционеров, хотя акция тоже не согласована. Чудка! 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 Директор департамента к пикетчикам так и не вышел. В пресс-службе гурсовета заявили, что комментировать ситуацию не он лично, ни кто-либо из подчиненных не будут. Вот такой сегодня Харьков. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Газ ушел от нафтогаза. Окружной административный суд Киева указал правительству на монополию. В чем она? И кто от этого страдал? И сколько сюжетов мы на эту тему делали? Подробнее Елена Зорина. Монополия нафтогаза пала. О таком решении окружного админсуда Киева стало известно сегодня, хотя приняли его еще вчера. Эта история началась в ноябре. В черный список админа попали 170 промпредприятий. Их правительство обязало покупать газ исключительно у нафтогаза. Так должно было быть до конца февраля. Мы не раз рассказывали о последствиях такого решения правительства. Черкасский и Римненский Азот оказались под угрозой закрытия. Рабочие грозили акциями протеста. Одесский припортовый потерял часть контрактов и тоже чуть не остановился. Эксперты говорили, это игра не по европейским правилам. Тем более, что овчинка выделки не стоит. Ежемесячная прибыль по подсчетам специалистов это 5 миллионов долларов. При том, что дефицит бюджета в тысячу раз больше. А вот убытки ощутимы. Постановка Кабинета Министров Украины, она стояла, как это не парадоксально, снижением выделки газа в Украине. Потому что приватные компании не были зациклены выделки больше газа, чтобы его фактически передавать дальше. Не понятно, за какой ценой нафтогаза Украины. Одночас мы увидели такую дивную ситуацию, когда некоторые химические предприятия, которые контролируют группу приват, например, они не попали в этот список Кабинету Министров Украины. И они далее могли отрабатывать газ от другого поставщика, або от компании Укрнафта, которая также контролируется группой приват. Правда и сейчас не до конца понятно. В стиле 170 предприятий получили судебную индульенцию. В открытом доступе решения нет. А вот в экспертной среде, говорят, касается оно лишь половины предприятий. Да и аплодировать судебному решению пока рано. Может последовать апелляция со стороны правительства. Вердикт не до конца вступил в законную силу. 10 дней на апелляцию есть. В том случае, если оно будет опротестовано, дальше пойдут судебные разбирательства. То есть, по сути дела, ничего не поменяется. Инак сохранит свое монопольное положение на рынке. Добытчики вынуждены будут нести независимые добывающие компании убытки. Соответственно, как и промышленные предприятия, которые вынуждены будут по фиксированной цене покупать газ у НАК «Нафтогаз Украины». И тут вопрос не столько экономический, сколько политический. И правительству даже при плохой игре нужно сохранить лицо. Тем более, что на весах еще и то, как Украина переживет отопительный сезон. Деньги для покупки газа у «Газпрома» на вес золота. А вот реверс уже за счет международных кредитов. И тут, как говорится, нужно чем-то жертвовать. Вопрос чем или кем. Елена Зорина, Алла Матюшо, Палентин Белич, подробности телеканал «Интер». Фальшивые цитаты, которые так любят распространять пользователи соцсетей. Сегодня, например, наурашла якобы от Бизмарка, первого канцлера Германской империи. Что же он действительно говорил, а что нет? Кто придумывает фейковые цитаты железного канцлера о России и Украине? И почему их так любят российские СМИ, особенно сейчас? Подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Выдуманные цитаты – эффективный инструмент информационной войны. Особенно, если принадлежат они великим людям, которые сами уже ничего не могут опровергнуть. Как, например, железный канцлер Отто фон Бисмарк. В последнее время его часто цитируют российские СМИ и политологи. Мол, Бисмарк еще в 19 веке подумывал о расчленении Российской империи. И якобы говорил, могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины. Есть еще такой вариант. Для огромного тела Российской империи смертельна лишь одна операция – ампутация Украины. Мол, необходимо не только оторвать Украину от России, но и стравить их. Отто фон Бисмарк наверняка бы удивился, услышав собственное высказывание. Так же, как и удивились сотрудники его фонда, с которыми связались немецкие журналисты. Ученые, которые изучают наследие Бисмарка, говорят, по их данным, ничего подобного железный канцлер не говорил. И вряд ли мог это сделать. Он был сторонником больших империй. Да и слово «Украина» в европейском лексиконе появилось позже. Откуда взялись эти цитаты, сказать сложно. В интернете они гуляют уже не первый год. Но почему их так часто вспоминают именно сейчас, понятно. Такие высказывания очень хорошо вписываются в кремлевскую байку о том, что Запад всегда хотел расколоть Россию и поссорить ее с Украиной. Сам же Бисмарк говорил. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Как Папа Римский отметил свой день рождения, кто выгнал на улицу Джастина Бибера. И как британские букмекеры зарабатывают на антирейтингах Путина. Об этом они только далее в обзоре. Когда падет режим Путина? Этим вопросом обеспокоились британские букмекеры. Своим клиентам предлагают поставить на то, что президента России попросят из Кремля до конца следующего года. Пока что ставки принимают в соотношении 1 к 16. Кроме того, конторы выставили на тотализатор скорость падения рубля, отказ России от чемпионата мира по футболу 2018 и отказ Путина от Крыма. Ким Чен Ин собрался в Россию. В Москве севрокорейского лидера якобы ожидают в мае ко дню победы. Это будет его первый официальный визит за рубеж. А вот в Нью-Йорке Ким Чен Ин и готовы были встречать уже завтра. На экранах кинотеатров в Большом Яблоке должна была состояться премьера скандального фильма «Интервью», в котором северокорейский лидер погибает. Однако показ пришлось отменить. Хакеры пообещали в день премьеры устроить теракты в масштабах 11 сентября. Хэппи-безды Диа Папа. Тысячи людей подхватили традиционную поздравительную в честь дня рождения понтифика. Сегодня по Перимскому 78. И на площади Святого Петра в Ватикане негде было яблоко упасть. В качестве подарка люди исполнили коллективное танго. Известно, что франциск, который сам родом из Аргентины, ярый поклонник этого танца. День рождения опасен для жизни. Таков вердикт американских ученых. Они вывели закономерность. Риск смерти на именины существенно возрастает. Причины разные. Несчастные случаи во время вечеринок, самоубийства из-за депрессии, перебор с алкоголем. Для таких выводов специалисты изучили информацию о смертях 25 миллионов человек. Звезда на свалке. Джастин Бибер переночует на улицах Лос-Анджелеса. Таким образом, канадский поп-исполнитель надеется привлечь внимание общества к проблемам бездомных. Правда, источники утверждают, дело тут не так в заботе о нуждающихся, как в личных интересах. Мол, менеджер поп-звезды решил подправить своему подопечному имидж. Бибер не единожды оскандалился. Водил авто пьяным, бросал яйца в дом соседа и дрался с актером Орландо Блумом. Солнце, море, пляж и алкоголь в неограниченном количестве. На курорте Таиланда скончался российский турист. Его тело нашли в номере после того, как он не явился на ресепшн для вылета в аэропорт. В отеле рассказали, турист пил много и часто. Предварительный вывод полиции – организм не выдержал нагрузки. Это были все подробности этой среды. Я был очень рад для вас работать. Прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова